Здарова народ, новая ермашка вышел, на чистое небо, ермак искупление, вроде типа финальная модификация про ермака, не знаю. Но грех не поиграть, потому что прошлые части я играл, ну и соответственно нужно поиграть и финальную. Фанаты варианта омеги такие, шо, опять? Но нет, я постараюсь справиться за одно видео, поэтому завтра уже омега будет. Вот, всем приятного просмотра, не забывайте подписываться, начинаем. Всю жизнь я бежал, то ли от чего-то, то ли к чему-то, и всего мира мне было мало. Мне постоянно, постоянно чего-то не хватало, внимания, денег, впечатлений, знакомств. Ненастытно я пытался жить эту жизнь на полную, и что в итоге? А в итоге котомка полная ошибок. Ну что ж, настало время их исправлять. Ермашечка, ермашка. Боже. Головок через мясорубку. Говорить можешь, уже хорошо. А где это я? Место знакомое. Бункер Сидоровича не узнаешь. Может тебя еще раз шокером херакнуть? Слушай, давай без этого. Ермашка, ты хоть понимаешь, как здесь оказался? Я вроде на базе какой-то был. На складах, точно. Бабки свои нашел, а потом... Не помню. В тумане все. Ясно все с тобой. Память напрочь отшибла, пока ты фанатиком был. Кем, кем был? Благодаря тебе и лектору фанатики смогли вновь включить выжигатель, а потом с помощью усилителей увеличить радиус его действия. В результате половина зоны уже захвачена, а вчера ты перерезал весь кордон. Удивительно, как ты вообще добрался до меня живым. И я? Ты, Ермак, ты. Братья мои, неверные пали, продвигайтесь на юг. Нужно взять под контроль блок поста деревню. Кажется, у нас гости. Оставайся здесь, я разберусь. Жестко, а почему у меня старт игры выносливости 0? Жестко, жестко. Так, заберу лут. А что с графикой, подожди? Ее тут нельзя выбрать, да? Тут статика типа всегда. Короче, Ермашка услышали слово. Все, ставим галочку. Идем дальше. Блин, Олег, следствия 6 разряда, вообще красава. Жестко озвучил, но мне кажется, этому персонажу не очень идет озвучка Олега. Озвучка Олега нужна на таких каких-то суровых, жестких мужиков. Ну и бойня тут была. Извините, братцы. Это вам уже не понадобится. А Ермашка для меня какой-то такой смазливый паренек. Они должны быть в подвале. Ну и в каком из них интересно? Ну не смазливый паренек. Ну типа вы поняли. Прошлая озвучка, которая... Кто ее делал, разраб сам или кто другой? Она этому персонажу как-то больше подходила, я думаю. Но все равно озвучка топовая. Это правда. Так, что мы нашли ППШ? Затем мы нашли Витязь. Здесь все в хорошем состоянии. АПС. Так, что у нас по заданиям? Найти мины. В каком-то подвале. Не знаю в каком. Сначала я трупы уже досматриваю. В общем, вот все, что я нашел. Из дерьма будем отбиваться. Теперь пойду искать мины. Главное не взорваться на них. А, ну ладно. Ну что, уже пора разбросать подарочки. Новое задание установить мины. А, ребята, в этом я шарю. Нужно занять позицию поудобнее. А, я их типа так разложил. Я думал, я сейчас буду ходить, кликать каждую. Ну ладно. Все, позицию заняли. Смотрим. Ой. Какой же кал ППШ? Это просто трындец. Демеджа ноль. Еще и отдача нехилая такая. Воу-воу-воу-воу. Так, тихо-тихо-тихо. Хил, 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 хил. Отойти. Но ребятки в деревне тоже по итогу прорвались. Ну ладно, четыре человека осталось. Думаю, справимся. Ой, зря я вышел из домика. Все, ППШ кончилось. Переходим на Витязь. По идее, Витязь посолиднее должен быть. Два человека осталось. Последний. Я уже, если честно, забыл сюжет предыдущих частей. Ну, последний помню, что я, по-моему, это... Ай-яй. То ли зомбированным, то ли кем. Короче, каблуком зоны, вот. И она меня заставила просто практически всех перерезать на кордоне. И вот, типа, это прямое продолжение. А что до этого было, я не помню, если честно. Один из модов... Ну, самый первый мод, я помню, был в Припяти. Там мы просто мутузим фул Припять монолитовцев. Я не знаю, в чем прикол был. Но суть вот такая. Второй мод, по-моему, я на стриме проходил. И вот его я вообще совершенно не помню. Ну, и потом, по-моему, вот Ермак, где каблук. И вот четвертый Ермак. А может, это вообще пятый, и я уже просто потерялся во времени. Я связалась с Лектором. Он будет ждать нас на Янтаре. Нужно разобраться, как остановить фанатиков. Или мы можем спокойно под ручку пойти в сторону блокпоста и... Ермак! Хотя денег, обещанных за дело, теперь нет. Да и действительно. Что теперь на большой земле делать с нашими копейками? Пройти через свалку мы не сможем, поэтому придется идти через болото. А карта ТОПИ у тебя хотя бы есть? Ну, в сторону болот мы пройдем без проблем. Там туннель есть вполне безопасный. Но вот о северных тропах на Агропром придется спрашивать у местных. Замечательно! Перспективы просто радужные. Нормально. Так, это что? Это ремонтный набор для оружия. И что я починил? А, то, что у себя в слоте? Понятно. Так, что у нас по заданию? Идти на болото. Говорить надо? Нет, не надо. Мы уже типа поговорили. А, это женщина будет за мной бегать, да? Понял. Но она хотя бы бегать умеет. А что у тебя с голосом? Думаешь, сиденье в бункере здоровья прибавляет? Это все из-за недостатка физической активности. Сейчас вот до янтаря прогуляемся и выздоровеешь. Наверное. А чего у нее с голосом? Не знаю. Вроде озвучка, как обычно. Кстати, хорошо озвучивает. Мне нравится. Так, Яша Апостол. КПК Мертвеца. Вчера ночью перестрелка в деревне была. Я поначалу хотел вмешаться, а потом думаю. Их же там много. С десяток парней. Да и главные тоже на месте. В общем, напрягся, но остался сидеть. Когда стрельба утихла, я решил потихоньку пойти посмотреть, кого пацаны убили. Я с пригорка смотрю, а там монолитовец шастает. А кругом мертвые тела пацанов валяются. Я сначала прицелился, чтобы вальнуть ублюдка. А потом подумал, что излишне. Я себя рэмбо строю. Он же явно там не один. Пока тут посижу. Понятно. О, лут. Вижу еще один труп у перехода на болото. Это у нас Филька Самогон. Тоже КПК Мертвеца. Ну вот и последний рывок остался. Скоро дома буду. Давненько на картоне не был. На всю оставшуюся жизнь. Надо только Митяя дождаться. Он уже скоро здесь будет. Главное, чтобы в целом через свалку прошел. Кстати, они пронумерованы. Четыре, пять. В чем прикол? Ой. Все, задание выполнено. После последнего выброса сильно изменились тропы. Поэтому нужно найти проводника. А есть мысли, где его искать? Пару мест на примете у меня есть. Ага. Пару мест на примете. Ну давай, давай. Где искать? Ой. Что это? Мне кто-то втащил. Я вообще ничего не понял. Я сидел, карту смотрел вообще. Тут бандиты какие-то. Триндец дэмэдж с них летит, конечно, нехилый. Придум сами они довольно жирные, если честно. Так, знаете, что надо? Бинды поставить, как обычно. Как обычно они у меня не стоят. Ой-ой-ой. Последний остался? Только вот где? А, вижу. Все, все готовы. Кстати, вижу какой-то лишний труп недалеко от самого этого хутора, на котором мы сейчас находимся. И нашел я АК-105. Кстати, все стволы в хорошем состоянии. Наверное, специально сделано, чтобы не париться вообще по поводу стволов. Зачем тогда ремноборы? Ну, наверное, в случае, если то, что ты уже залутал, сломается. Но, мне кажется, до такого довести вряд ли получится. В описании заявлено, что геймплей будет составлять часа 2-3. Но обычно, как правило, преувеличивают. Ну, по крайней мере, на моем опыте так. Я прохожу гораздо быстрее, чем написано. Даже когда не спидраню. Поэтому попробую все-таки, опять же, уместиться за видео. И в теории это возможно. Особенно, если я не буду болтать много. Не по игре, как вот, например, сейчас. Так, валик худой. КПК мертвеца. Чертова шпана бандитская. Посреди ночи напали. Даже немцы до утра ждали. Двоих наших положили. Я еле ноги унес. Смысла сопротивляться не было совсем. Я до конца и не понял, с какой позиции они огонь вели. Поздно я заметил, что пуля дура спину поцарапала. Впервые такую рану получил. Даже не знаю, как перевязаться. Футболка вся в крови. Надо как-то доковалять до ближайшего лагеря. Я так понял, это нумерации ПДА типа мертвецов. Ну, просто какой по счету ПДА, да, я нашел. Ну, типа должен был найти в теории. То есть, получается, а что? 1, 2, 3 я типа не нашел? А где они были? По идее, я в деревне все трупы осмотрел. Может, за деревней? Не знаю. Я, если честно, вообще забыл, что тут есть такая тема. Ну, в целом, эти ПДА никакой сюжетной роли не играют, если что. Они просто, ну, описывают события всякие, которые были, не были. Вот. То есть, по факту, мы их находим, ну, просто, чтобы почитать для коллекции. Так что, с точки зрения прохождения, эти три ПДА, которые я, скорее всего, не нашел, никакой роли не сыграли, но могли чуть больше почитать. Ну, ладно. О, боже. Ладно. Снорки меня застали врасплохо. Дробовик, который я взял. Какой-то шляпный, если честно. Мира, помогай, чё стоишь? Кстати, у нас опять спутница Мира, да? Как в Эксепшене. Хотя, Ермак раньше появился. Я просто не помнил, как спутницу зовут. Но чё-то ей на снорках вообще насрать. Мне бы разгрузиться, кстати. Наверное, выкину Витязь. И по 9.19 возьму вот эту пушку. ПП-2000. Ну, так, по приколу пострелять. Так, подходим к первой точке. Старая церковь. И тут у нас тоже все мертвые. Долговцы причем, да? А, не только. Свобода еще есть. Одиночка. Вознесенский. КПК Вознесенского. Суд Божий грянет скоро. Мы должны покаяться за грехи своя, детей своя, друзей своя, родителей своя. Мы все заплатим по долгам перед Всевышним. Кара грянет скоро. Молот висит на волоске над головами нашими. Грянет гром небесный, упадут небеса на неверных. И лишь покаявшиеся спасутся, ибо не на то воля твоя. Понятно. А, зачем я все это читал? когда собираешься сдавать долги в конце семестра жесткая шутка для студентов. Кстати, забавно, все разделы карты вырезали, чисто карта и история сообщений есть все. Ну, не разделы карты, а разделы ПДА. Так, пришли к рыбацкому хутору и вижу нейтральную метку, а также три трупа. Опять одиночки какие-то, один в телеге вообще лежит, Алекс Козырев пустой, но вроде обычные сталкеры. Привет болотным тварям, вижу дела у вас идут так себе. Эй, не говори, кругом шпана бандитская, соболезную. Мы тут на агропром направляемся. Есть у вас сталкер, который знакомый с северными тропами? Был. Вчера во время перестрелки его убили, еще и рюкзак сумели его украсть, а там КПК был со всеми данными. Ясно, ну бывайте. Ага. Осмотреть мех двор, осмотреть развалины хутора. Ну, пойдем на развалины хутора, наверное, сначала. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. На насосной станции враги. Где моя женщина? Иди сюда. Вперед на войну давай. Я им гранатку закину. Блин, они сейчас через камыши, через все херачить будут. Мы вообще в невыгодном положении. Я, кстати, там что-то взорвал. Ну, вроде двоих уже положил. Один на вышке сидит, но он просто высунул руку через железяку. И сидит, кайфует. Что, мне ему по руке лупить? У нас еще один. Ну, все, по идее. А, нет, еще двое осталось. Ну, вот и все. РПК у мужика. Кстати, уже не фуловое состояние. Забавно. Я думал, все стволы будут в хорошем состоянии. Ну, либо я просто попал по его стволу. ХЗ. Подходим к развалинному хутору. И здесь опять бандиты. И два трупа. Ни хрена себе мужик зажал просто с... Ой, что сделал? С протектой своей сраной. Опасный. Тихо, 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 тихо. Вот этот придурок. Убил его. Так, последний остался. А, вон вижу. А, его убило мира. Неплохо. С какой-то пукалки стрелял. Ух ты, это что такое? Ну, а не, не хочу. Так, и здесь у нас труп ученого. Степан Панк. Значит, это не очень подходящее имя для ученого. Протекту я забирать буду или не буду? Буду. Хочу протекту. Да, у нее... А, ну, кстати, перезарядка немного ускоренная. Ну, все еще. Перезарядка говно, ну, что поделать. Так, и второй труп в подвале. Скорее всего, в нем мы что-то найдем. Да, в нем мы находим два ПДА. Профессор Абломов. КПК профессора Абломова и КПК сталкера проводника. А, это единый предмет. Понял. Меня держат в под... А, подожди, может, оно озвучено? Меня держат в подвале уже почти неделю. Кормят плохо. Здесь сыро и холодно. Я слегка простыл. Возможно, поднимется температура. Пронесли какой-то КПК. Требует его разблокировать. На мои слова, что я не программист, а научный сотрудник по изучению преобразования живых существ. Под воздействием аномальной следы. Отвечает криками с нецензурной бранью. Выражает бросить в аномалию, если не смогу разблокировать КПК. Я... Я постарался подобрать пароль, но тщетно. На его ассистента они убили при нападении. Надежды на спасение уже нет. Если найдете мой КПК, прошу, передайте его профессору Сахару. У меня в секретном кармане есть сильное обезболивающее на случай непредвиденной ситуации. Это моя последняя ночь. Четыре ампула обезболивающего. Боль уйдет навсегда. Мира, держи КПК-проводника. Сможешь разблокировать? Конечно смогу, но мне понадобится некоторое время. Ну и отлично. А я ненадолго прилягу. Угу. Новое задание отдохнуть. А на миг дворе что было бы? Просто бандиты? О, какой удобный диванчик тут стоит, да? Неожиданно. Чел, в землянке, где Велес лежит, что чистое небо не проходил? Здорово, ты кто? Я ждал тебя, Ермак. Стоп. Ты тот мутный чувак, что меня вечно преследовал? Ты теперь будешь и во снах мне снится? Больше нет. Это последний раз. Прошу, выслушай меня внимательно. Я весь во внимании. Вашу группу обманывались с самого начала. Клады доступа, которые ты собирал в Припяти, не были нужны для включения выжигателя. Они были нужны для активации программы комплиментации. Какой еще программа? Не перебивай. Комплиментация – это один из проектов группы осознания. Его изначально курировал профессор Клауз Воркер. Целью проекта был разработать механизм объединения человечества в единую разу. На первом этапе происходит подчинение всех людей с помощью пси-излучателей и деление их на две группы – кураторы и исполнители. Кураторы управляют группами исполнителей. Кто мог это видеть на примере бывших членов монолитов? Так называемый выжигатель мозгов – это сильно урезанный в функциональности прототип. Когда людей в подчинении становится достаточное количество, начинается второй этап. Тогда людей уже не спасти. Тогда проект свернули из-за политических взглядов других участников. Да и сам профессор разочаровался в своем проекте. Да откуда тебе это все известно? Видео с собственными глазами. Ты в порядке? Относительно. Ты смогла расшифровать КПК? Да, можем двигаться. Кайф. Никто не знал, что вот здесь переход. Вот кто знал? Я не знал. Как говорится, они знают, я не знаю. Это кто? Кто такие бегут, смотри? Враги? А что они бегут? Куда? Надо их остановить, наверное. А что, куда идем реально, ребят? Мне навстречу, типа? Все. Нету никого больше. Вы кто? Матвей Фантом. Мне Матвей Фандом, если честно, показалось. Гришка Опер. Понятно, обычные абраганы какие-то. В иномстристе, конечно, жесть как не хватает. Алимна воров зачем-то много с собой таскаю. Белые кейсы. Блин, знаете, что подул? Можешь все-таки на мех двор сходить. Посмотреть, что там было бы. Если, конечно, там вообще что-то будет. Я сделаю сейв. Если там ничего не будет, я просто сюда отгружусь и все. Ну или даже если что-то будет, я все равно отгружусь. Понятно. Придется через меню делать. Давно этого не делал, но... Мод не оставил мне выбора. А! Чего? Я думаю, что за фигня? Я слышу за мной шаги. Но напарница-то моя далеко. Оказывается, это чертила какой-то крался ко мне. Неожиданно. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Надо спрятаться. У нас в тверстии нету. Все, спрятался. Напарница что-то еле плетется. Опять какой-то псих. Ой. Опять какой-то псих просто вылез с этой протектой сраной. Нельзя неписям давать протекту. Они неадекватно себя с ней ведут. По крайней мере, в этом моде. Они реально что-то сумасшедшее творят. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Ладно, я залезу обратно. Что-то я не очень удачно вылезаю. Тут... Ай. Тут нейтрал. Так что я не зря сюда пришел. Ай-яй-яй-яй. Тихо-тихо. О, дура, прибежала. Наконец-то помогаю. У меня патроны уже кончились на калаш. Так. Придется с ппшки рашить. Кто-то еще остался. Все? Все. Пойду пообыскиваю. О! Вот, кстати, вместо протекты сайгу 12 я бы взял. Тем более она в идеальном состоянии. Сайга топчик. Я даже не знаю, какой мой любимый дробовик. Я никогда не задумывался над этим. Когда-то была протекта, по-моему. Но потом я ее перестал любить из-за того, что у нее долгая перезарядка. Да, в оригинале у нее довольно быстрая перезарядка. Ну, скажем так, терпимая. А то во многих оружейных паках это шляпец полный. Поэтому я раздубил. Очевидно, самый крутой, наверное, дробовик сайга. Но у меня, знаете, к какому лежит больше душа? Блин, я вот даже не вспомню, как он называется. Но он тоже в оружейных паках довольно часто встречается. Такой помповый дробан. А вот название не скажу. Блин, а какой бы вам пример привести раньше, чтобы вы поняли? Ладно, короче, я просто сейчас загуглю этот ствол и скажу вам. А, вот, все. Я знал его название, но я не был уверен. Поэтому решил загуглить, чтобы не обосраться. ТОС-194. Вот это, наверное, мой любимый дробовик. Не знаю почему, но мне с ним прям комфортно. И есть еще один тоже помповый похожий. Сейчас скажу его название. Я не знаю, зачем вам эту информацию, но решил поделиться. МП-133. Вот, два моих любимчика. А я у Сидора на побегушках. Вот они с него бабки и требовали. А он уже неделю не отвечает. Думаю, если бы не ты, они бы меня на днях рухнули просто. Ты про тропки на север не знаешь ничего? Нам на агропром нужно срочно. Прости, брат, не знаю. Сам бы рад такую информацию получить. Хотя... Стоп. Я тут вспомнил кое-что. Бандиты что-то про это пока проводника говорили. Мол, не могут включить его. А пару часов назад они ушли куда-то. Тут недалеко еще одна их база есть. Западу отсюда. Ясно. Спасибо за информацию. А, то есть мы по логике должны были сюда идти сначала. Ну ладно. Не МП-133, а МР-133, извиняюсь. Это моя вечная ошибка. Я всегда думаю, что название оружия на английском написано. А это русская Р, а не английская П. Так, какие-то тут еще бандиты пришли. Не знаю, чего они хотят. Но вроде мы все сделали. Поэтому кто куда, а я на агропром. Пусть моя мадам воюет здесь с оставшимся бандитом. Мне это не очень интересно. Кстати, у меня Велес все это время был. Жестко. Не знал. Добрался я до перехода. Но тут все как обычно. Погнали. Всем выжившим срочно двигаться к восточному комплексу. Цвет вашей формы нас не интересует. Главное, что вы не фанатик. Всех трезвомыслящих рады видеть у нас. Хе-хе. Кот Леопольд вызывает. Ха-ха. Смешно. Так, найти командира базы. Интересно, что здесь происходит. Надо поговорить с командиром базы. Возможно, ситуация станет более понятной. Привет. Погнали. Вижу очередной труп. Кстати, интересно, сколько я всего... Ну, не записок, а КПКшников пропустил. Мне кажется, что сейчас будет номер 29. Ну ладно, я почти угадал. Номер 11. Или может это рандомные номера? Да я не верю. Подожди, но получается 7, 8, 9, 10 должны были быть на болотах. А где? Я вроде по всем ключевым точкам пробежал. Ну, не по собственной воле, конечно. По заданиям нигде ничего не было. Либо я реально слепой. Хе, я не знаю. Ну ладно. В последнее время я все больше разочаровываюсь о своем призвании. Я в долг пришел, потому что действительно считал это своим долгом. Долгом перед отечеством, перед планетой всей. Но не может эта гадина по планете расходиться. Надо ее в зародыше, в зародыше гниду вытравить. Хотя какую-то тоже зародыш. Тварино-то еще. Это усталость просто. Правильно все было. Свой долг я отчасти выполнил. Но я же не железный. Мне надо отдохнуть недельку-другую, а потом вернусь к пацанам. Поймут, я думаю. Понятненько. О, это что? Нифига себе, мини тайник. Просто рандомно нашел. Ассалам алейкум, ребята. Как дела? Народу здесь много. Так, что у меня? Броня повредилась? Да, немного повредилась. Давайте, наверное, применим ремонтный набор. И все, она починилась. Все довольно просто и эффективно, как говорится, да? А, подожди, а где женщина? А, она пошла к мужикам в казармы. Ну, все понятно, кинула меня. Что здесь? О, что-то есть. Но нужных патронов мне нету. Я, кстати, слышу, как где-то свободуец урон получает. Это странно. Здравствуй, наемник. Опа, кого-то застрелили. И тебе не хворать. Может, расскажешь, что здесь происходит? Происходит тут у нас геноцист здравомыслящих людей. Свобода с вольными сталкерами отступили на агропром, когда к ним двинулись толпы фанатиков. Попросили у нас убежище. Пару часов назад был бой у центрального комплекса. Мы проиграли. Свобода со сталкерами собираются отступать на болото. Недолго нам осталось. Нам нужно попасть на Янтарь. К профессору Сахарову. Мы знаем, как это можно остановить. Вы не можете туда попасть. Север агропрома у них на мушке. На крыше центрального комплекса куча снайперов. Неужели нет никаких вариантов? Ну, разве что один. Я со своими бойцами отвлечем на себя фанатиков. А вы по левому берегу озера попытайтесь быстро прошмыгнуть. Хм, было бы замечательно. Тогда идите к северному выходу из комплекса и ждите мою команду. Понял, принял. Занять позицию. Долговцы согласились нас прикрыть. Надо занять позицию и ждать команды. Давай, калаш туда возьмем. Правда, патронов у меня не очень много. А никаких торговцев я на базе не вижу. Кстати, на базе уже два трупа каким-то образом появилось. В том ангаре, куда зашла женщина, даже три. Происходило что-то странное. Почему здесь везде аптечки валяются? Что вообще происходит? Свобода. Свобода. Еще одна свобода. Странности, короче. К этому главарю в кабинет зашел тоже, мне что-то рассказывает. Я хожу в кабинет, обыскиваю какие-то аптечки у него везде, там валялись еще что-то. Так, тут тоже нужных патронов нету. Выбегаем, пока женщина мне не заблочила. Так, новое задание дождаться сигнала командира. Ну, ждем, типа. Можно я в будку залезу? Или нельзя? Опять тут ненужные патроны. Кто куда, а я в тир. Давайте, выдвигайте мишени. Что-то нету ничего. А где... А что ты за решеткой? Нормально все? Ну что, где там команда? Мы ждем жестко. Ждем у моря погоды. Или что ли, мне нужно на точку прям встать? Я прям на точке. Все, задание выполнено. Я побежал. Две минуты дается на то, чтобы добежать до янтаря. Добежать до тропы на янтарь. Бегом на янтарь. Бегом, бегом. Кстати, что по артефактам? Эх, ничего нет. Ладно. Не можем мы сейчас отвлекаться на это. Одни и те же патроны, кстати, в ящиках почему-то. Странная фигня. Энергетиков у меня, кстати, нет. Поэтому я всрал выносливость и теперь стою, жду. А где женщина? Главное нафига. Так, минута 24-23 у нас осталось. Кстати, ребят, хорошие новости. Скоро заканчивается февраль. Через несколько дней. И у меня переведут время на час назад. Так что у меня разница с МСК будет 2 часа. Буду ближе к вам. Вот. Значит, наверное, стримы более вовремя будут и видосы. Так, КПК мертвеца. Жора Точила. Занесла меня нелегкая в края агропромовские. И о чем моя голова дырявая только думала? Я-то думал тут нормальные места. Хабариком, сталкерским поживиться. А тут бойня какая-то. С собой дуриков еще этих взял. Господи, за что ты послал мне этих идиотов? Биба и боба, блин. Ладно, их пуля сталкерская тут догонит. Либо я перестрелю от злости. Живыми они на базу не вернутся. Да и я, похоже. Ага. Печальная история. Что еще сказать? Я не знаю, как реагируют на все эти КПКшники. Ну все, я вроде добежал даже. Несмотря на то, что у меня выносливости не хватало. Все. Новое задание защитить бункер. А кто нападает? Зомби Майкл Джексоны? Видели, как он быстро перемещался? Но анимация ходьбы у него под это не этот. Короче, не подходит. Так, да. Резинять здесь, конечно, происходит жестко. Я вам уже рассказывал историю, как, короче, я в детстве играл в ЧН. И еще играл, кстати, с поганой ИЛ-86. Поэтому мне было трудно против зомби воевать. И в какой-то момент они просто заполонили у меня весь бункер. А у меня патронов не осталось. Вот так у меня тут зомби-20 ходило по территории. Все охранники быстро умерли. Они в целом ватные какие-то по сравнению с зомбями. Ой, это наемник. Тихо. В итоге я вот тут где-то за гаражами или где-то здесь с ПМом и двумя патронами ныкался. И думал, что делать-то? В итоге я начинал игру сначала. Ну, хотя, по идее, выход был. Но я просто до него не додумался сразу. Типа, ну, по факту просто нужно было убежать обратно куда-то. Там где-то подфармить квесты, подзаработать снаряжение, вернуться. И все. Ну, я тогда так не мыслил. Тогда я очень линейно проходил игры. Строго по стрелочке, грубо говоря, да? Так, ну что? Все еще не пускают нас. А от кого защищать-то? Там вон кто-то ходит, но не совсем понимаю, кто, а главное, зачем. Тихо, тихо, ребят. Не вытолкните меня, главное. Опа. Готов еще один. Все. Последний, надеюсь, был. Походу, нет. Походу, еще кто-то где-то. Но я тут занят обыском. Патронов все меньше и меньше становится. Опять 45-е и что-то ни из кого не падают. Грустно. Ничего, да. Что-то за взрывы были. Поговорить с электором. Сейчас поговорим. Душевно так поговорим, да? Как говорится. РПГ возьму. Ну, по фану. А, вы видели, куда ракета делась? Куда она делась? А главное, зачем? Здорово. Ты, типа, добежала уже, когда все кончилось, да? Молодец. Или вроде она сражалась, я не видел. Походу, надо на 5.56 калибр пересаживаться. Что-то он со всех тут падает. А 5.45 ни с кого не падает. Слушайте, ну, в принципе, мы это можем сделать. Вот это выкидываем. Вот это подбираем. Смотрим, что из этого под 5.56. Это 7.62. Это 7.62. Это... Это что? Тоже 7.62. Да иди в баню. У кого тут? У кого-то тут был калаш под 5.56. Я бы его взял. Серьезно, тут все 7.62 ходят. Ну, не все, но очень много людей. Так, можем взять вот это. Ну, наверное, так и сделаем. Сейчас я это потроше пособираю. Перевес, конечно, у меня жуткий просто. Кстати, вон там калаш лежал, но я уже взял вот эту чехардрыхалку. Она... Она в хорошем состоянии, чинить не надо. О, или может вот это взять? Ай, не. Шляпец какой-то. Так, повыкидываю, короче, пистолеты эти сраные, которыми я не пользуюсь. Патроны к ним. Вот это вот все. Поставим только все самое нужное. А то я устал от перевеса. Тем более, что мод у нас очень такой линейный. Шутанчик. Привет, Ермак. Как добрались? Не без приключений. Пойдем внутрь, профессор нас ждет. Че, реально? Поговорит с Сахаровым. А ты кто такой? Тоже отмечается, как Вестой персонаж. Эф, чтобы закрыть дверь. Так она и не открыта, не? Или мне нужно дождаться челов сначала? Или че? Че вы делаете? Дебилы? Ну, слушайте, у них почти получилось зверя открыть. Ладно, это какая-то странная херня, я отгружусь. Так, вот я с ним иду говорить. Говорим. И я быстро иду. А, он тоже мой напарника становится. Тихо, 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 я первый. Все, всем бабай. Здравствуйте, профессор. Приветствую вас, господа. Обойдемся без лишних слов. Времени у нас осталось немного. У меня есть идея, как отключить ПСИ установки. Мы используем план, который был бы запасным на случай, если стрелку не удалось бы отключить выжигатель мозгов. Концепция довольно простая. Электромагнитный импульс высокой частоты. Аппаратуру я уже собрал, но необходимы несколько компонентов. Артефакт вспышка для работы преобразователя и замеры ПСИФОНА, которые нужны для корректной работы ПСИШЛЕМОВ, которые я вам выдам. Мои ассистенты все подготовили, но они попали под волны зомбированных и спрятались где-то на территории завода. Чтобы увеличить действие преобразователя, необходима крупная антенна. Ближайшая в Лиманске. Ближайшая? Да туда топать не перетопать. Я сожалею, но варианта лучше у нас нет. Также имейте в виду, что после включения преобразователя вся электроника придет в негодность. Ермак, сделаем. Ладно, сделаем. Перспективы просто радужные. Профессор, мир останется с вами и двое моих бойцов. Одного мы берем с собой. Удачи вам, друзья. К черту, профессор, к черту. Окей, найти ассистента с артефактом, найти ассистента с данными. Погнали, метки рядом. Надо было энергетиков купить. Что-то я затупил. Хотя, по-моему, тут даже ни с кем разговаривать нельзя. Я, конечно, не уверен. Может, с Ахаровым все-таки можно, но с кем не пытался, с этими квестовыми персонажами, все молчат, всем насрать. С ними только вот так через зазвучку разговариваешь и все. Капец, эти зомби шастают быстро. О, и началось, конечно же. Челы с 5-45-ми начали ходить. Ребята, вы где? У меня уже тут как-то рубилово идет. Воу-воу-воу, ничего себе. Ну, где мои напарники? Что-то они вообще... Ну, в начале мира еще со мной более-менее бегало. Нормально было. Помогало. Сейчас что-то мои напарники где-то в жопе вечно непонятно. Вроде бегут, а когда начинается бой, их нет рядом. Ну, ладно. Как обычно, я тут все в соло сделал. Вроде неплохо. Возьму РПК себе еще. Пофиг. РПГ выброшу. Я его вообще по приколу взял. Так, ну что, погнали в ангар сначала залезем. Ангар дядьки Яра, знаете такой? Так, здесь у нас, собственно, артефакт вспышка для работы преобразователя. Окей. Пойдем ко второму ассистенту. Он у нас лежит тоже в ангаре, но уже в другом. Кстати, вижу труп. Вероятно, с какой-нибудь записюлькой. Да. Мои надежды на легкую командировку не увенчали с успехом. Надежда это то, что должно умереть в человеке первым, как только он вступает на эту проклятую землю. Здесь ничего не идет по плану. Ничего. Мне обещали, что я не задержусь здесь дольше четырех недель. Идет уже третий месяц. Отговорки на отговорках. То вертолеты у них заняты, то финансирования нет, то поломка какая-то. Сил моих нет, это терпеть. Правильно мне мать говорила. Херня сына, это твоя наука. Умные в нашей стране не в почете. Понятно. Ну, что-то в этом есть, да. Так. Ну и Эдик Торец. Сканер с заперами. За перами, по-моему, в психоле. За перами. Ну, за перы так за пера. Идти в рыжий лес. Скиппеди, доп, доп. Извиняюсь, извиняюсь. Вы ничего не слышали, я ничего не говорил. Кстати, вижу еще один. Так, подожди. Это зомби же просто, да? Да, я вижу именно труп. Скорее всего, с КПКшником. В последнее время зомбированные особенно сильно активизировались. Такое ощущение, что излучатель в лаборатории снова включили. Однако это невозможно. Я надеюсь. Надейся. Надежда это первое, что должно умереть, как написал чел предыдущий. Так. А, кстати. А миры-то со мной уже нету. Я только сейчас это заметил. А в какой момент она пропала? Подожди. Я что, прозевал? Может, она говорила? Странно. Либо, может, она... Ладно, я не знаю, почему ее нет рядом. Так задуманно, интересно, или нет? Ладно, поскакали. Что делать дальше? Заданий никого нет. Ну, наверное, в Лиманске идти. Наша цель Лиманск же. Так что идем к мосту. Правда, я слышу, как его опускают. Или поднимают. В любом случае, слышу звук. Знакомый. Из одной миссии, небезызвестной в чистом небе. Помочь долго отбить атаку фанатиков. О, пошла резня. Ну, давай. Ай. Дайте мне залезть куда-нибудь. Зага, кстати. Воу-воу-воу. Кто этому дебилу РПГ дал? Взорви себя там, давай. Об мост. Походу, взорвал реально. РПК, кстати, хорошая темка. Ладно, я ошибся. Просто прошлые три или два кила я в голову сваншотил с РПК. Это что-то прям терпел. Все? Все, идти в Лиманск. А как? А, мост опускается. Ладно. Подожди, я хочу проверить знаменитый тайник стрелка. Он все еще здесь есть. Частично, правда, но есть. Что скажешь, брат? Я даже с ним говорить не могу. Я говорю, тут, по-моему, функцию диалога просто вырезали нахрен. Зачем она нужна? Если тут диалоги только сюжетные и только через озвучку. Так даже проще, наверное, да? Чисто сообщениями кидаться в качестве субтитров. Ну все, я побежал. Ну давай. Ну давай, запрыгивай. Опа. Да, Ермашка, конечно, дрищ по сравнению с Томасом, который прыгал на девятиэтажке просто на раз-два. На крышу сразу вот просто он стоит. На земле перед ней прыг, и все, он на крыше. Ермашка так не может. Зато Ермашка просто крутой. Что это? Понял. Ладно, все, погнали. Лиманск нас ждет. Финальная лока, наверное, да? Или нет? Добраться до антенн. Ой, гребаная стройка. Больше всего ненавижу эту локу. Ну, это место точнее. Тут еще и народу, я смотрю, очень много, да? Ай-яй, тихо. Надеюсь, Лиманск хоть не заминирован. А то вообще будет грустно. Идти на стройку, так еще и по заминированному Лиманску. Слышь, иди проверь, заминирован или нет. Ладно, хрен ты что проверишь. Да что надо? Какие-то бомжи из-за деревьев лезут. Иди отсюда. И еще отсюда откуда-то прилетало, да? Или нет? Походу показалось. Что, мины есть или нет? А хрен его знает, слушай. Я все равно боюсь тут ходить. Да вроде нету. О-о-о. Понял. Все-таки есть. Там еще с РПГ кто-то жарит. О! Ничего себе. Убил вроде. Фух. Если бы он сейчас по мне залепил, я бы не знаю, что я делал. Потому что с одной стороны тут везде мины. С другой стороны в меня ракета летит. Что мне делать? Так, опять он там где-то мину поймал. Хорошо, что на машинах. Тихо. Хорошо, что на машинах нету мин. Представьте, как это было бы. Ты такой вроде лезешь на машину. Типа думаешь, что это 100% сейв зона. А там просто бам. И все. Взрыв. Так, я вижу мужика, по-моему. Он с гаусс-пушкой. Надо ее заполучить. Все, готово. Что ты там застрял? Ловец мин. Вот есть мод ловец снов. Надо сделать ловец мин. Ой-ой-ой. Что такое? Что такое? Что такое? Тихо-тихо. Кто стреляет? А, какой-то злой мужик. Ни хрена себе, что было. Откуда столько дэмэджа? Блин, так как играю на статике, я едва вижу монолитовство. Потому что темно, ни хрена не видно. На динамике все и поярче, и красочнее. Так, мужика с какой-то жесткой пушкой убил. Тут кто-нибудь есть? Вроде никого. Тем не менее, кто-то еще отмечается. И где-то справа... А, вот он. Убил. Убил. Найс. Ты где? Ты в здание забежал? Как? Зачем? Видели он внутри здания был? Ну, на карте, по крайней мере. Баба тут, конечно, карта кривая, но вроде нет. Она нифига не кривая. Адепты зоны, кстати, называются, пацаны. Так, а вот и гаусс-пушка собственной персоной. Ну, слушайте, в штурме стройки пригодится, я думаю. Так, чё? Прощаемся с рпкапом, потому что патроны почти кончились. А мне нужно разгрузиться. Блин, ппшку с собой сраную зачем-то все еще таскаю. Давайте ее тоже выбросим. Есть. Иди воюй, чё ты тут стоишь? Ну, почему он за моей спиной все время прячется? Мне это вообще не нравится. Вот реально, иди. Ну, только что же стреляли. Ты же видел противника. Во. Давай сделай хоть что-то. Почему я все время все делаю? И все, убежал за автобус и будет сидеть там до конца своих дней. Красавчик. Респект таким напарникам. Очень полезный. Вот это мне залепили. Напарник, вон, смотрите, где напарник. Какой же он бесполезный, господи. Нахрен его вообще дали. Ради чего? Найс. Чтобы сделать видимость, что ГГ не один, какая же тупость. Я вообще нихрена не вижу на статике. Все темное. Монолитовцы тоже темные. У меня уже подгорать начинает с этого мода, я не знаю. Какая-то шляпа происходит на экране, будем честны. Да, да, давай. Сколько? А, у меня бинтов нету, понял. Дайте бинты срочно, ребят. Тику жестко. А в ЧН еще есть такая тема, что кровотечение усилиться может. Я какое-то оружие всратое взял. Кто-то там опять мне говорит кранты. Сколько можно? Я еще даже не успел, блин, на следующую точку перейти. Еще не успел трупы обыскать. О, кстати, заткнулось кровотечение. А уже кранты мне. Не знаю, моя самая, наверное. Ну, может, не самая, но, короче, я очень не люблю Алиманск. Никогда он мне не нравился. Я даже не помню хоть один мод, в котором мне в теории нравился Алиманск. Ну, ладно, ветер времени, потому что там неплохой сюжет в начале. Ну, и в целом, это начальная лока, да? Довольно неплохо реализованная, и ты на ней не задерживаешься. И ты идешь не на стройку, самое главное. Это очень приятно. Не убил я его, бывает. Блин, мне не очень нравится моя пушка, если честно. С РПК было покомфортнее, как будто. Тут прицел говно. А с бедра не всегда получается наваливать. Так, тихо, 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 не стреляй. Я тут разряжаю гауски. Кстати, там у чела кличка была Дима Кабан. Никакого ютубера не напоминает? Здорово. Сколько у меня батареек? 36. Нормально, кстати. А что делает чел с РПГ в закрытом помещении? Просто конч. Вы посмотрите на него. Это же просто неадекватный человек какой-то. Короче, я хочу уже с гауски пострелять. Где враги? Они будут в том доме соседнем? Да, будут. А где? Я вообще нихрена не вижу на этой гребаной статике. Почему нельзя было сделать норм... Так, вижу, окей. Просто силуэт какой-то всратый стоит, который едва видно. Кстати, он один в этом доме. Удивительно. Я думал, будет целая Рава. Повезло. Ладно, что там? Стройка уже близко, ребят. Следующая остановка, стройка, можно даже так сказать. Эта херня здесь не нужна, я считаю. Жестко перепрыгиваем. Лайфхаки. Антирад. Ну и потихонечку справляемся. Что, где там? Что, вообще никого не вижу. Хотя кто-то рядом где-то ходит, но не могу понять. Пошел нафиг. Еще одну бошку вижу. Еще одну. Нифига, он там пострелял во время смерти. Так, все, вроде рядом никого нет. Двигаемся дальше. 50 батарей. Да нет, хватит, хватит. Сейчас по-любому стройку зачистим. Если я уже не зачистил, потому что что-то, оказывается, никого здесь уже и нету. Офигеть. Я думал, тут очень много будет, как в оригинале. Но нет, да, все, тут буквально 6, нет, 5 монолитовцев было. Интересно. Так, и что? Ради чего я здесь? А, что? Меня не пускают в эту комнату. А что делать? Не знаю, ну, допустим, окей. Видимо, мне куда-то наверх надо. Хотя метку указывала вниз, но меня в ту комнату не пускало. Не знаю, в честь чего. Но наверху тут ничего нет. Да мне нужно в эту комнату. Ну, что вы? Почему меня не пускают? Самое главное, что в ней? Что-то я не понимаю, подожди. Я глюпи. Что делать? Хм. Может, я не всех убил? А кто еще живой? Давайте перезагрузимся. Может, что-то где-то появится. Ну, походу, я не всех убил. Потому что, как я выяснил, это задание должно засчитаться, когда я всех убью. Нужных челов. Ну, монолитовцев, короче, охраняющих. Я вроде всех убил. Может, кто-то сбежал куда-то? Если так, то куда? Хрен его знает. Мой напарник, кстати, вообще исчез с карты. Ну, по крайней мере, метка его исчезла. Не знаю, где он сейчас на самом деле. Ну, окей, пробегусь, типа, немного назад. Может, кто-то тут остался? Либо чел, наоборот, свалил вон туда куда-то. Да нет, вроде здесь вообще никого нет сзади. Что за фигня? Почему у меня мод поломался? На ровном месте просто. Я вообще ничего не делал. Ну-ка, кто убежал? Или никто не убегал? Что за дела вообще? Я не понимаю. Тут никого нет. В чем дело? Что со мной не так? Пойду на форум. Может, у кого-то тоже такая проблема была. Есть предположение, что нужно довезти напарника. Но напарника нет. Ну, точнее, он, скорее всего, в оффлайне просто. Нужно до него добежать. Правда, есть проблемка. Я уже тут забрался в какую-то жопу. Надо как-то из него выбраться теперь. Ну, что, кстати, забавно, и вроде... Да что? Реально? Чел? Чел, тебе не хватает высоты прыжка, чтобы перепрыгнуть это дерьмо? А как я должен тогда вернуться обратно? Я понимаю, что я не должен был сюда залазить. Ну уж извините, а какие мне предположения строить, что у меня квест не работает? Охренительно. То есть, реально, да? Высота прыжка этого имбецила не позволяет вообще никак отсюда выбраться. Здорово придумано. Мне нравится. Реально, ну, по идее, отсюда нужно выбираться. Но я никак не могу. ГГ не прыгает. ГГ осел. Ну, что это? Это позор какой-то, я не знаю. И чё? Вы хотите сказать? Типа, мне всю локу из-за этой херни переигрывать? Прощаемся. Я выбрался, пойдём искать напарника. Смотреть. Он вообще, чё, жив, не? Может, мне реально всю локу придётся переигрывать? Я бы очень этого не хотел. Да. Он всё-таки в оффлайне был. И он двигается. Всё, ждём его. По идее, нужно дождаться, когда он придёт. Ох, этот напарник. Ух ты. Спустя минуты две я вижу его на миникарте. А теперь жёстко заманиваем его на стройку. Всё, вот тут около комнаты встану и буду ждать. Он идёт? Идёт. Только чё-то как-то странно идёт. О! Ермак, я установлю устройство. Прикрой меня. Есть мои команданты? Давай, я пока что тут на чехол дышал и футболку протёр. Ой. А чё, сейчас они ещё нападать будут? Я думал, это шутка. Ну и кто сюда телепортировался? А как-то в спине у меня уже оказался. Найс, промазал я. Вы чё, прям сюда будете телепортироваться? Походу. Походу, да. Походу, они где-то тут сейчас будут появляться внутри стройки уже. Ну ладно, займу позицию вот здесь и буду смотреть. Вон идёт мужик, ничего не подозревающий. И там ещё кто-то прошёлся. Ээээ, меня выкинуло, не надо. Не хочу. И чё, где все? Мне кажется, они даже не агрятся. Типа, ну они просто ходят, они не знают, что есть здесь. Да-да-да, смотри, чё-то бегает. На-нах. Ну буду их потихонечку вот так вот выносить. Чё ещё делать? Куда бежишь, парень? А чё, сколько ждать? О, кто-то сверху отспавнился. На, минус два одним выстрелом. Жёстко, никто ещё такого никогда не делал. По-моему, у меня как-то раз было то, что я стосика троих завалил одним выстрелом. Не помню, где это было, но было. По-моему, в ДДРе. А вот я конкретно не знаю. Опа. Вы очнулись, неужели? И чё, долго ещё? Я уже так минуты три сижу. О боже. Как же вовремя я его убил. Вы знаете, он такой только присел уже, да, и я его убил. И какая-то такая плавная анимация получилась, потому что он вроде вот присаживается, и тут уже падает так плавненько. Не знаю, меня это позабавило. Один, кстати, всё ещё где-то есть. Не знаю, кто он и где он, но вот этому крантыкс-то. Можно пойти поискать по фану? Или нет? К бою! Ты хотел сказать, я уверен. Не, вроде не наверху. А, во-во-во, в окне, в окне. Появился, чёрт. Ну давай, давай, высунься ещё раз. Так, сейчас. Минус ещё один. Где ты, чёрт? Ты меня обходишь? А, вот он, вот он. Попал? Нет, не попал. О, привет. Просто ХЗ, может мне всех надо убить, типа? Прострел жёсткий, но у скоп. Ладно, со скопом. Да, надо было всё-таки всех убить. Запускаю. Давай. Кажется, получилось. Можем топать обратно. Как же я... Что будешь делать теперь? Я ухожу. Дело твоё, Ермак. Помнишь ведь, кому нужно обращаться на периметры? Помню. Ты меня отпускаешь? Молчание. Знак согласия. С чего ты решил, что война окончена, мой дорогой предатель? Жёстко. Всё. Ну, типа, это, короче, конец истории Ермашки. Чё могу сказать? Если честно, меня эта история не то чтобы зацепила. Вроде она, типа, неплохая, да? Но... Ну, я говорю сейчас в целом. Не конкретно про этот мод. Конкретно этот мод, он такой выдался линейным. Как и многие, конечно, остальные. Ну, каким-то таким, знаете, ну... Да я не знаю, тут как-то... Короче, такая пробежка, чисто. Знаете, спидранчик. Я не знаю, как тут нужно 2-3 часа играть, если у тебя на каждую локу один квест, и тебя отправляют на следующую локу. Типа, чё? Исследовать пустую локацию, искать вот эти записки трупы, которые я не все нашёл. Но это шляпа какая-то, как по мне. Нужны были дополнительные квесты, чтобы исследовать локи и так далее, и так далее. Короче, странный мод. Так вот, история не то, чтобы меня зацепила, но, согласитесь, всё-таки было приятно время от времени вспоминать ермашку. Иногда ржать, иногда кринжевать, иногда ещё что-нибудь. Всё-таки автор молодец, тем более он делал на чистом небе. Жаль, конечно, что статика почему-то во всех модах, типа, да? И даже нельзя поменять. Но, наверное, на то есть какие-то причины технические, я не шарю. Так вот, в какой-то мере ермашки иногда будет даже не хватать. Но поглядим, может автор ещё что придумает. Пока что на этом всё, дамы и господа. Это был мод Ермак Искупление. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомление, чтобы не пропустить следующие видео по сталкеру. Вступайте в группу, заглядите в телегу, всё есть в описании. В описании есть также ссылка на бусте, где выходят эксклюзивные видео по сталкеру. И не только буду, благодаря вам всех, кто поддержит. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok